Казанскому университету Казанскому университету двигалось по нарастающей спирали вверх. Берем точку отчета 2010 год, когда был создан Казанский федеральный университет. Это были созданы новые институты, то есть шло переформатирование. И наконец уже с 2013-2015 года, когда Казанский федеральный университет начал играть по правилам повышения своей конкурентоспособности, то здесь были выбраны изначально уже, похоже на стратегические академические единицы, пять приоритетных направлений. Однако вот эти пять приоритетных направлений показали на самом деле свою жизнеспособность и правильность пути, но встал вопрос о том, что надо как-то сконцентрироваться, надо пойти в другом немножко направлении, чуть-чуть сменить тактику, и это тактика, которая должна привести в конечном итоге к трансдисциплинарности. То есть к трансдисциплинарности, я почему вот здесь вот, так сказать, изображен кентавр, это вообще знак трансдисциплинарности, то есть кентавр, обучающий ахиллеса. То есть, проще говоря, вот из этих вот деревьев, которые стояли на лужайке, должны собраться три, четыре, пять дерева вместе для того, чтобы был такой сильный костяк. Итак, одной из стратегических единиц, безусловно, должна быть единица в области медицины. Почему? Да по одной простой причине, что из восьми приоритетов развития Российской Федерации шесть, а именно медицина, здравоохранение и биотехнология, и еще четыре, которые, так сказать, связаны со здравоохранением. Но посмотрите, что творится. То есть приоритет развития есть. Но если мы посмотрим на тот отчет, который представил ЮНЕСКО, так сказать, в пятнадцатом году, то даже среди стран БРИКС, вот он, Медикал Сайенс, и вот Красная Россия. Мы хорошие в математике, мы хорошие в физике, но у нас полный провал в Медикал Сайенс, мы практически на ноле. Далее идем. В то же время мы, так сказать, в Российской Федерации мы прописываем прогнозы научно-технологического развития, и согласно этим прогнозам в здравоохранении и медицине должны развиваться молекулярная диагностика, молекулярное профилирование, перспективные лекарственные препараты должны находиться, геномная паспортизация человека, то есть все то, что делается в мире. То есть, и причем это не просто должно развиваться, оно должно привноситься в клинику. То есть, а раз привноситься в клинику, вопрос тогда, куда, как привноситься в клинику? То есть, разговор идет о трансляциях, о трансляционной медицине. Если говорить про трансляционную медицину, то сразу же надо задаться вопросом, вообще трансляционная медицина – это что-то новое, то, что придумали сейчас на Западе, или же это хорошо забытое старое? И что вообще такое трансляционная медицина? Трансляционная медицина – это очень просто. То есть есть фундаментальные исследования, и эти фундаментальные исследования и наработки, они должны очень быстро переноситься в практику. Дальше должна идти трансляция на уровне клинических исследований разных фаз. И вот именно в этом месте, там где есть, то есть от фундаментальных исследований непосредственно в клинику, там разрыв, там долина смерти. То есть не переносится. Почему? Да потому что вот эти не связаны с этими. То есть клиники и фундаменталисты, они как правило находятся в разрыве. Но если мы вспомним былые времена и золотой век, то оказывается трансляционные исследования были до революции. Два ярких примера. То, что было сделано в Казани. Камера Горяева до сих пор используется для подсчета форменных элементов крови. Горяев был терапевтом. Он придумал эту камеру и очень быстро. Причем самое интересное, что эта камера сначала в 1913 году начала выпускаться в Германии и была распространена в Европе. И только с 1917 года, так сказать, она пошла по Советскому Союзу. Ну вернее, так сказать, уже по постреволюционной России. А Вишневский, который разработал методы реанимации при помощи новокаина и свою мазь. Это все тоже сделано было здесь, в стенах Казанского университета. Таким образом, это было. И золотой век Казанской медицины, он как раз приходился на тот момент, пока медицинские факультеты не были выделены из стен классического университета. 30-й год. Надо было для Советской России готовить кадры. Надо было затыкать деревни, колхозы. Шла коллективизация, потом индустриализация. Вот. Произошло выделение. Но это выделение не сыграло на пользу. Почему? Да потому что сейчас, если брать медицинские вузы, вот говорить о тех задачах, которые ставятся, так сказать, нельзя этого сделать в медицинских вузах. Берем НИИ РАМН, тоже нельзя, потому что НИИ РАМН превратились в очень хорошие клиники, но науки там не делается. То, что ЮНЕСКО показал, почему у нас эти провалы, не делается нигде медицинская наука. Наверное, по этой причине. Это была самая главная причина, почему в 2012 году был создан Институт фундаментальной медицины и биологии. Но, в отличие от Москвы и Санкт-Петербурга, мы не стали создавать с вами отдельный медицинский факультет. Сразу был создан вот такой вот гибрид, уже полукентавр. А именно, то есть биология и медицина были слиты в едино, то есть единое и единочалие, одни и те же кафедры, где учатся и медики, и биологи. В настоящий момент Институт фундаментальной медицины, по сути дела, разработкой занимается всего. Начиная, так сказать, от генома и заканчивая человеком. Именно здесь в Институте есть и биологическое и медицинское отделение, и ассоциированные с Институтом, работающие вместе с ним, ноцфармацевский и университетская клиника. За последние два года, а вернее, за всё время существования уже Института, мы создали достаточно мощную базу для фундаментальных исследований. То, что коллеги видели, те, кто сидят в зале, так сказать, работающего в университете, те знают прекрасно и наши, так сказать, центры коллективного пользования, так называемый Core Facility, это и геномный, и протеомный центр. Но достижением последних лет, безусловно, стало создание вот этих вот так называемых открытых лабораторий. То есть, когда любой исследователь из любой точки мира мог приехать со своим проектом, и пройдя конкурсный отбор, этот проект мог быть реализован в стенах Казанского университета. Все эти лица, которые вы видите, так сказать, это известные учёные, которые работают и у нас, и за рубежом, а кто-то уже сейчас работает только у нас. И они привносят новые компетенции, и за счёт этого как раз и развивается биомедицинская наука в Казанском медицинском университете. За счёт этого, по сути дела, все эти лаборатории были собраны в четыре так называемых центра превосходства. Это в области нейробиологии, фармацевтики, геномных протеомных биотехнологий, это так мы называли регенеративной трансляционной медицины. В настоящий момент мы поняли, что это не совсем правильно, что нужно переосмысление, но это дало всё равно на первых этапах хороший результат. Казанский федеральный университет стал лидером в области биомедицины среди всех вузов участников 5.100. А те, кто не участвует в 5.100, про них мы даже и говорить не будем. По одной простой причине, что посмотрите, это не просто вал публикаций. В топ-10 джоналс, пожалуйста, вот он наш рост. В топ-25, вот он наш рост. Но когда мы провели анализ, то увидели, да, вот мы зелёненькие, мы везде выше всех. Но, посмотрите, мы чуть-чуть проседаем где? То, что называется клиническая медицина. В науке клинической мы проседаем. И, наверное, это было пусковым механизмом того, что с этого года, с 16, с 1 января, мы сейчас в составе Казанского федерального университета имеем собственную клинику. Потому что клиникал сайнс невозможен без клиники. И первое, что сделали в клинике, так сказать, это создали центр клинических исследований. Центр клинических исследований с мощной лабораторной базой клинической, со своим биобанком, со своими условиями, так сказать, для работы с клетками человека, чистые помещения. И в настоящий момент, так сказать, там уже заработала лаборатория совместная с Рекеном функциональной геномики. Причём именно центр клинических исследований становится той точкой роста международной кооперации. И мы рассчитываем, так сказать, что именно эта международная кооперация даст ещё один такой рывок вперёд. А именно центр КФУ РАСА, который создаётся в настоящий момент и в мае будет конференция. А центр не просто КФУ РАСА, а центр КФУ РАСА в области трансляционной медицины. Дальше, центр КФУ Рекен в области функциональной геномики. В настоящий момент создаётся юнит отдельный, так сказать, КФУ Рекен уже в стенах и Рекена. И, наконец, центр КАК РЕЙН России, это единственный, так сказать, центр КАК РЕЙН, тот как раз в области доказательной медицины в России, который располагается непосредственно, так сказать, и будет работать в стенах Казанского федерального университета. Об этом всё было решено в декабре 2015 года в конце. По своим этапам развития трансляционной медицины это всё было просто. И мы уже на 16-20 год думали о трансляционных исследованиях в области персонифицированной медицины. Это как в области фармакогеномики, так и в области создания персонифицированных стимуляторов. Но мы забывали про образовательную составляющую. И мы забывали то, что должна быть некая изюминка. То есть много институтов трансляционных исследований. Но чем же мы в конечном итоге должны отличаться? Куда мы будем двигаться? Где наша дорога? И вот здесь вот выход очень простой. Посмотрите. Лера Ухуд. Тот самый Лера Ухуд, который предложил медицину 4-х П, медицину 21-го века. А именно это predictive, personalized, participation and preventive. Всё прекрасно. Адресно, с участием пациента, предотвращая, так сказать. Но кто это будет делать? Где тот самый врач, который всё это будет делать и уметь это притворять жизнь? Где площадка, на которой это будет делаться? И, наконец, это будет делаться на тех самых старых технологиях, которые уже были сделаны? Или нужно развитие и развитие ещё и новых технологий? И поэтому наша программа, почему и проект называется вот этой академической единицей, трансляционная медицина 7-П. То есть к традиционным 4-П медицине мы добавили providing, а именно обучение. Мы ставим перед собой задачу обучать специалистов для области здравоохранения для того, чтобы это всё внедрять непосредственно в практику. Второе, preemptive. Все фундаментальные исследования, которые, так сказать, у нас проводятся, они должны быть направлены именно на это. И, наконец, point of care. Это и клиника, это и пациент, который находится в любой точке. Здесь и IT, дистанционные технологии, когда мы следим за пациентом и помогаем ему непосредственно. И научная инфраструктура, образовательная инфраструктура, которая создана, она как раз нам и позволяет замахнуться на Вильяма нашего Шекспира. То есть поставить перед собой вот такую задачу, а именно, так сказать, развивать свою собственную программу трансляционной 7-П медицины. Причём при формировании вот этой, так сказать, стратегической академической единицы, по сути дела, происходит конвергентная революция. То есть что мы делаем? Посмотрите на древо образования. Да, это междисциплинарность. Да, вокруг медицины, наверное, так сказать, и физика, и химия, и все остальные, так сказать, связываются. Задача в другом. Это всё должно пронизывать, это должно быть всё единое. То есть, по сути дела, должно быть конвергенция образования, то есть трансдисциплинарность. И именно по этой причине первые шаги уже сделаны. И делаются специальные кафедры, так сказать, на которых преподается всем. И медикам, и химикам, и физикам. И, наконец, следующий шаг. Это, безусловно, так сказать, это ещё и конвергенции в науке. То есть вот это переформатирование. Было направление перспективное биомедицина и фармацевтика, но в настоящий момент мы пересмотрели те проекты, которые делались в других направлениях. В направлении химии, в направлении перспективных материалов, в направлении IT. И за счёт этого создаётся совершенно новая структура с новыми open lab, так сказать, работающая вся непосредственно на что? На биомедицину. И в этой ситуации вот как раз они все 7П, они как раз и будут реализовываться. Мы пересмотрели и те центры превосходства, в которых будет идти развитие. И, по сути дела, их остаётся 5. Персонифицированная медицина вверху, нейротехнологии, химия живых систем, регенеративная медицина и биомедицинская физика. И вот эти цветные кружочки – это не что иное, как институты и другие структурные подразделения, которые начинают уже сейчас работать пока на правах, или, вернее, нас в структурных организациях консорциума, но именно в этой области. Но часть из них в конечном итоге, так сказать, войдёт и функционально в структурную академическую единицу. Планируемая динамика. Безусловно, так сказать, нас интересует в первую очередь. Это рост, так сказать, как бы иностранных студентов, и он будет у нас как бы по бакалаврам и по специалистам, так и в магистратуре и в аспирантуре. Это на самом деле, это реальные цифры. Будет увеличение количества внебюджетных средств. В красном это показано, это лепестковый 2020 год, как мы будем двигаться. И посмотрите, пожалуйста, вот сюда, так сказать, при уменьшении средств бюджета, и тем более уж ППК, так сказать, мы бы в основном будем выходить на внебюджетные средства. Что даст эта структурная единица в разрезе университета? Вот 2015 год, и вот мы видим, так сказать, что мы себе представляем. 14% в базе данных Скопус. К 2020 году будет 30%. ВОЗ. 19% сейчас, 35% к 2020 году. Наконец, вклад в финансы. Если сейчас, так сказать, как бы это 36% вне бюджета, то это будет 39%. Опять-таки, рост. И самое главное, самое главное, это вот это трансдисциплинарное медицинское образование и междисциплинарное научное исследование. Что они сделают? Очень красивая картинка, которую я люблю. Синий, плюс красный, плюс желтый. Вроде бы три цвета. В конечном итоге получаем дополнительных четыре. То есть из трех мы получили семь. Вот это поможет, вот эта вот междисциплинарность поможет чему? Не только продвигать медицину. В предметных рейтингах за счет этого будет продвигаться и медицина, и химия, и биология, и самое главное еще и гуманитарные исследования. Потому что в трансляционных наших вот этих исследованиях у нас достаточно большой блок отведен именно совместным работам, так сказать, как бы и с гуманитариями. И самое важное, наверное, следующее. Что стратегическая единица это открытая. То есть она хоть и конвергентная, но открытая система. И она обеспечивает устойчивое развитие. То есть в образовании, в науке, не только университета, но и региона. А уже в ближайшее время мы планируем и есть решение, так сказать, и обсуждается создание регионального кластера. Потому что в Казани существует еще два медицинских учебных заведения. Это академия и университет. И плюс, так сказать, институты Казанского научного центра РАН. И будет организован еще вот этот кластер трансляционной медицины региональной, который тоже будет вносить свой вклад. Таким образом, вот общее видение, как мы видим, развития этого направления, так сказать, вот оно было представлено. Благодарю за внимание. Уважаемые коллеги, большое спасибо. Андрей Павлович, значит, прошу задавать вопросы. Пожалуйста. Да, Андрей Павлович, вот где у вас там кружочки, вот эти семь штук, семь кластеров-кружочков. Вернитесь там. Да, вот назад. Нет, нет, нет. Вперед, вперед. Еще шажочек. Еще шаг вперед. Вот здесь. У меня вопрос на понимание. Вы сказали, что структурно в академические единицы войдут. Вы что, допустим, в биофизике. Я вижу, институт физики. То, что понятно, вы, наверное, как-то взаимодействуете. А что значит структурно войдут? Что вы имели в виду? Или я неправильно понял? Значит, в настоящий момент разговор вот о чем идет. Есть консорциум, вот институт физики и институт фундаментальной медицины. Мы работаем в рамках консорциума. Главным является институт фундаментальной медицины и биологии. Но, то есть здесь не будет структурного перехода института физики в институт фундаментальной биологии и медицины. Но, например, клиника. Клиника сейчас – это обособленные структурные подразделения. В настоящий момент при развитии вот этой стратегической академической единицы мы должны выйти на то, чтобы это было единым целым. Я здесь для понимания хочу еще добавить. Дело в том, что вот у нас есть опорные базовые институты, о чем сейчас Андрей Павлович сказал. Для реализации этой стратегической единицы руководитель его приравнивается к проректору, получает соответствующую доверенность от ректора на все решения вплоть до финансовых решений и кадровых решений по вот этому направлению, по этой стратегической единице. И он определяет включенность тех или иных лабораторий, тех или иных структурных подразделений всего университета вот в эту академическую единицу. И ставит перед ними задачи, так называемые техзадания для решения тех или иных вопросов. И финансовые потоки по данной стратегической единице проходят именно через головной институт, который получает право открыть текущий счет, собственную бухгалтерию, и он начинает оперировать этими ресурсами. То есть до юра структурный ряд структурных подразделений, как институт физики было сказано, он остается независимым для решения общих собственных задач, но те его лаборатории и те кафедры специально ориентируемые на решение данной стратегической единицы, задач данной единицы, значит начинает финансироваться отдельно или дополнительно к текущему финансированию, и точно так же они включаются в образовательный процесс, а не только здесь. То же самое по инженерному институту, допустим, разработка новых инструментариев, нового медицинского оборудования, там начинается разработка роботов для медицины и программного продукта, вот то, что вы видели, симуляторы, инженерный центр и так далее. То есть это проходит все, Андрей Евгеньевич, через научный совет. То есть, грубо говоря, не будет и не может быть волюнтаризма, когда, например, я буду этим же заниматься без научного совета. То есть единый научный совет. Да, у меня продолжение этих вопросов. Это вопрос на понимание всего лишь. Вот мы до обеда говорили про движение студентов. Каково ваше представление? Ну, скажем, человек поступил в институт физики, учится там на соответствующие направления, не буду говорить слова специальности, понял, что он тяготеет к биоделам. То есть какие у него возможности брать курсы, участь в институте физики, будучи физиком, чтобы это не знать. Понятно, что сейчас пока готово нет ответа, но как вы размышляете, как это будет движение индивидуальных траекторий. То есть, во-первых, в рамках вариативной части, которая заложена в любых программах, студент вправе посещать, потому что главное, чтобы он набрал академические единицы. Второе, я, например, покажу вот этот вот блок, нейротехнологии. Вот сейчас в магистратуре на нейротехнологиях, то есть в нейробиологии, международной магистратуре, там в основном сейчас физики, всего два биолога, остальные физики. Дальше, магистратура по биоинформатике, там всего три биолога. Восемь, которые сейчас, так сказать, проходят первого года, это выпускники математических институтов. То есть, они меняют траекторию, и то, о чём вы сегодня говорили, единственное, они её меняют не на втором курсе. То есть, ну вот он четыре года бакалавриат закончил по одной специальности, но потом уходит совершенно в другую. Андрей Иванович, для понимания, как бы, да, в будущем, и сегодня мы начали это уже реализовывать, вот очень много сегодня говорят об электронных образовательных ресурсах, да. Мы их рассматриваем не отдельно от общей программы подготовки специалистов, а говорим о том, что это дополнительные возможности человеку самостоятельно изучать и сдавать экзамены по тем или иным предметам. Допустим, он учится в институте физики, но он хочет посещать занятия в институте фундаментальной медицины и биологии. Он с собственной курсы сдаёт, пройдя обучение использованием электронных ресурсов, получая отдельные занятия по, может быть, каким-то трудным дисциплинам. В то же время он свободно имеет право посещать лекции данного института тоже поинтересующимся его предметам. И вот здесь мы тогда в приложении просто пишем к диплому, что он дополнительно прошёл курсы такие-то, такие-то, что даёт ему право потом поступать в магистратуру уже на другие специальности. Ну и для биологов, например, вот почему мы сейчас говорим про стратегическую единицу. Это должно быть и для химиков, и для физиков, и для айтишников. Для биологов уже год, как работает система индивидуальных траекторий образовательных. То есть каждый студент выбирает свою образовательную траекторию, его занятия в бакалавриате даже совершенно чётко отличаются от его соседа. То есть он выбирает уже, куда он двигается. Он не обязательно будет... То есть если раньше мы чётко привязывали, это будет биохимиком, этот генетиком. Нет, каждый выбирает свою индивидуальную траекторию. Более того, он может ещё дополнительно пройти, так сказать, по медицинской физике, так сказать, по медицинской химии. Это его образовательная траектория. Это сложный процесс, сразу скажу, потому что легче было загонять в группы, и когда в группах, они, так сказать, всё это отслеживают. А здесь вот и формирование групп, но мы начали этот процесс. Там у меня несколько вопросов. Прежде всего, это я хочу спросить насчёт студентов медицинского факультета. В Штатах большая проблема, что они абсолютно не интересуются наукой. Они хотят стать врачами. И привлечь их к научной деятельности очень сложно. Мне интересно, как вы стараетесь, и до такой степени вы успеваете их, как бы, привлечь к научной деятельности, как вы их комбинируете с студентами, которые занимаются, как бы, биологией, физикой и химией. Это с одной стороны. Ну, давайте вначале вот это. Хорошо. Значит, в 2013 году были приняты международные стандарты образования, медицинского образования. Причём они ещё, так сказать, в этом же году были одобрены, адаптированы для Европы, то есть с европейским компонентом. В этих международных стандартах медицинского образования чётко прописано, что любой студент-медик должен делать самостоятельную научную работу. Поэтому мы изначально заложили в программы, у нас каждый студент-медик делает научное исследование, издаёт курсовые работы. Что вот у нас тоже студенты чисто медицинских университетов, все хотят быть врачами, и очень маленькая категория студентов видят себя в медицинской науке, да? А, про это я разговариваю? Да, вот вопрос был такой. Ну, здесь, наверное, Михаил, где вот? Вот сидит Михаил, у меня вся кафедра, они все врачи-отличники, так сказать, они все работают в науке. Дело в том, чтобы стать хорошим врачом, что это невозможно заработать. Нет, дело в том, есть разные стадии заниматься наукой. То есть, что значит, они все занимаются наукой? То есть, они работают в какой-то лаборатории, пишут какую-то исследовательскую работу? Когда мы с вами сегодня прошли по второму этажу, мы не поднялись на третий этаж, но я объяснял Андрею Евгеньевичу, третий этаж – это студенческая научная лаборатория. То есть, они делают науку, то есть, гистологические срезы, то есть, каждому из них дается курсовая работа. Он должен освоить, как он должен порезать, покрасить и потом доложить. Это курсовая работа. Да, но это не наука. Хорошо, это самостоятельное научное исследование, и оно должно закончиться либо докладом, либо публикацией тезисов. Разговор чуть о другом идет, там, может, на трибуне не очень понятно, мы вместе сидим так это, да. То есть, как, вот есть практикующиеся просто врачи, очень хорошие врачи, да, и вот коллега спрашивает, что в Соединенных Штатах все заточены быть хорошими врачами и работать в клиниках, но не заниматься наукой, да. Это хороший бизнес, там, хорошо за это платят, да. Здесь, как вам удается, заинтересовать людей, заниматься наукой, да. Студентов или врачей? Не студентов. Студент, в принципе, вот, ну, все зависит от того, что под наукой понимается, да. Поэтому разговор идет о большой науке, то есть, выпускников, как, скажем так, людей заставлять, ну, не заставлять, мотивировать заниматься наукой. Ну, у нас уровень заработной платы, клиники намного меньше, чем у научных работников, да, на сегодняшний день с коэффициентом 2,5-3. То есть, люди, занимающие хорошо научные работы и практикующиеся врачи, то есть, кто совмещает, у них уровень оплаты труда в 2,5-3 раза больше. Это является одним из мотиваторов. На секундочку, Андрей Павлович, чтобы тут в будущем не было взаимонепонимания, то, что вы нагружаете их дополнительными курсовыми работами, это здорово, это ваша, так сказать, особенность, изюминка достижения. Но речь идет о том, скорее всего, как вы потом фиксируете, даете возможность каждому попробовать, и какая-то часть действительно начинает интересоваться исследовательской деятельностью. Давайте слово «наука» уберем. Да, это всегда очень тонкий и деликатный момент. Если не тренировать, если не давать такую пробу, то ничего и не получится. И вы правы, что, в общем, не ставят многие медицинские вузы таких задач. Значит, вы это делаете, подчеркните это как свою особенность, изюминку и так далее. Но говорить, что все занимаются наукой, мне кажется, это очень сильное утверждение. Нет, курсовая работа – это как раз тот пусковой механизм, где они должны попробовать. И если у них есть и у него получается, и ему нравится, он дальше продвигается. То есть это входные ворота. Так, пожалуйста, еще коллеги, какие вопросы есть? Андрей, есть вопрос? Пожалуйста. Вам сюда надо было все изменить. У меня вопрос по поводу термина «трансдисциплинарность». вот чем «трансдисциплинарность», поскольку вы настаиваете на этом термине, и термин отличается от «интердисциплинарности», например. Вы говорите, у нас вот… или это просто синоним для вас «интердисциплинарность»? Нет, это не синонимы. Дело в том, что междисциплинарные исследования – это когда, ну, так сказать, идет просто взаимодействие двух разных дисциплин. Да, они между собой обмениваются, так сказать, и говорят о чем-то. Но «трансдисциплинарность», когда это все прошивается воедино. Я расскажу на примере просто, например, так сказать, вот как бы медицинского образования, которое сейчас есть. «Трансдисциплинарность» – это, например, «problem best learning». То есть, когда на определенной проблеме, так сказать, совершенно четко раскручиваются и морфологические критерии у больного, то есть вот он пациент, и дальше пошло, и тут же биохимия, и тут же все. И это все вместе рассматривается в едином контексте. Эта же трансдисциплинарность, она должна рассматриваться еще, так сказать, и дальше уже. То есть, если мы говорим про биологию и говорим про химию, то должно быть переплетение. Вот сейчас, почему мы создаем кафедру медицинской химии? По одной простой причине. Эта кафедра должна быть драйвером не только для химиков. Она должна быть драйвером, например, при подготовке фармацевтов. Потому что не надо учить фармацевтов просто смешиванию каких-то там, как говорится, ингредиентов. Они должны понимать вот те глубокие познания. То есть, это прошиваться должно. То есть, ведь XIX век, он чем был хорош? Это был век развития всех дисциплин, и мы в конечном итоге пошли на, так сказать, вот и кафедры, так как создавались по немецкой модели. Появилось что-то новое, появились микроскопы, появилась, например, микроскопическая анатомия кафедра, да. Появилось там вот смешивание в пробирках, появилось живых сред, появилась биохимия. И не надо, и каждая дисциплина начала развиваться обособленно, закрыто. Мы хотим поломать эти границы, и не просто чтобы междисциплинарность и интердисциплинарность. Это когда разные дисциплины просто дружат семьями. Вот. А трансдисциплинарность, это когда вот это единое пространство. Это сложный процесс, но к нему стремимся. Вы считаете, что каждый человек должен знать все дисциплины, или эти люди отдельно должны работать вместе? То есть здесь очень важно, то есть я химик, допустим, я должен понимать биологию, я должен понимать физику, я должен понимать анатомию и одновременно химию, или я химик, который должен работать с биологом, который понимает биол, и мы должны работать вместе. Вот как вы это видите? Здесь первое, что касается. Сначала мы должны совершенно четко поменять сознание преподавателя. То есть, если вы химик и вы работаете с биологом, то вы должны совершенно четко, так сказать, знать очень хорошо биологию. Ну, основы биологии. Вы считаете, что каждый человек будет знать все дисциплины? Это мне не совсем понятно. Нет, разговор не идет об энциклопедических знаниях каждого выпускника. Разговор идет о другом. Когда в разных кабинетах, в одном кабинете сидит специалист по жестокрылым и знает только жуков. Рядом в кабинете сидит, так сказать, специалист только по другой дисциплине. Это хороший специалист, но это плохой преподаватель. Правильно. Это плохой вариант. Но невозможно создать одного человека, который знает все. То есть, он должен знать свое. Плюс он должен чувствовать то, что другие делают. И уметь работать с ними. Нет. Нельзя так четко ставить вопрос. Разговор должен идти об уровне понимания той или иной дисциплины. То есть, если физик работает в области медицины либо биологии, то он должен иметь общее представление об этом. И для того, чтобы он понимал те задачи, которые перед ними медик либо биолог ставит для решения. Поэтому вот разговор о чем идет. Поэтому, в принципе, у нас есть идея на первом-втором курсе давать для естественного научного блока общую подготовку. То есть, они одинаково проходят физику, химию, биологию, математику. Дальше идет распределение уже по конкретным дисциплинам. Можно сказать, кто не знает алфавита, тот не может стать там и писателем, и поэтом, и обычным ученым. Поскольку все равно надо что-то писать. То есть, нужны общие базовые понимания естественного научного блока вопроса. То, что вы говорите, вот уход в узкодисциплинарность, оно и привело к разграничениям. И сегодня мы на всех уровнях говорим о соединении, о возврате к старому. То есть, природа, как говорит у нас директор ядерного центра, она не имеет дисциплин. То есть, человек, там и физические явления есть, биологические, химические процессы и так далее. У нас медики, вот мы посещали там этаж, Андрей Павлович так пробежался, сказал, это вот у нас, у нас общий физический практикум для всех медиков одинаковый. Они должны знать четко, как работают медицинские приборы. У нас весь инструментарий физический, да. А когда они смотрят в УЗИ и видят только картинку, они знают, что за процессы. Они не могут поставить, они не могут тех заданий дать инженерам и физикам, которые разрабатывают этот инструмент. Понимаете, то есть, то, что вы говорите, я закончу секунду, просто я, Андрей, извиняюсь. Понимаете, разговор идет о чем? Что, конечно, должны работать физики, химики, медики вместе и инженеры тоже при решении задачи, да. Это точно так же, как фильм снимают там и, да. Но должно быть общий командный дух и общее понимание, чего они делают. У нас поэтому общебазовые знания. Вот о чем Андрей Павлович хотел сказать. Я извиняюсь, но у меня есть вопросы. Нет, не вопросы, потому что сюда же, мне кажется, что вот тогда вот это ваше дерево, вот это красивое, которое называется конвергенция образования, это красивая картинка. Но если вы согласны с тем, что Эндрю говорит, да, что есть как бы твоя основная дисциплина и знания соседних, которые позволяют тебе работать со специалистами в этих дисциплинах над общим проектом, надо нарисовать по-другому. Потому что то, что нарисовано, это нарисовано, что уже нету своей дисциплины вообще. А это вызывает вопросы. В связи с этим у меня не вопрос, Андрей Павлович. У нас же, мы договорились до обеда, что у нас такое неторжественное заседание исполкома. Значит, у нас прямой разговор. Поскольку вы первопроходцы в ряде дел. Ваше направление, ваш факультет, ваш центр, ваш институт. И я уже говорил, что для Российской Федерации это очень актуально. Как обратно будет после 30-х годов и каким темпом возвращаться медицина в университетское лоно. Очень непростой структурный политический процесс. Поэтому слова нас все подводят. Меж, транс, энциклопедический, до какой степени. Любимое слово у всех – фундаментальная подготовка, таинственное облако. Поэтому, мне кажется, вы должны попытаться для себя, а заодно и нам полезно будет, нарисовать структурную схему. Вот на этом этапе мы это делаем, на этом этапе мы это делаем. Вот со второго этапа он может туда перетечь. Грубо говоря, педагогическая инженерия. Это и вам полезно очень. И тогда все слова отпадут, которыми мы терминологически… Потому что терминологически – это очень тонко. Это не обязательно. Это нужно, чтобы вы были, так сказать, царь горы, как говорят дети, когда играют. Значит, вот и если вам удастся на этой структурной схеме показать то, что называется по-английски learning outcomes, или образовательные результаты, которые вы достигаете, как говорил мой учитель, это будет на большой палец. Ну, понятно. То есть вы сразу зададите определенный уровень понимания и структура этапов, и результаты, которые достигаются на этапах. И вся словесная вот это взаимонепонимание, которое будет дальше множиться, отвалится. То есть дать определение всем дефинициям, которые используются. Ну, это сейчас очень трудно. Ну, и степ-бай-степ получается. Конечно. Попробовать дать схемку. Тогда на этом закругляемся, да, у нас дальше поехали мы другую единицу слушать. Тогда, коллеги, вот кто участвует в заслушивании всех других единиц, сейчас мы садимся в автобус, перемещаемся. Всем большое спасибо. Рад расшириться, тогда вы нами управляете, да? Спасибо, коллеги. Спасибо большое. Спасибо.